Всем добрый, иду на междельфиновое фламинго, точнее пытаюсь добраться от пляжа дельфин на пляж фламинго. Идемте посмотрим, что там, как там в этой местности. По соседству у нас здесь экскаватор. Так, по воде не пройду. Надо было брать, мне, конечно, поплавок, я что-то тупанул, и камеру морскую. Там, конечно, звук похуже гораздо будет, но зато если упадешь вместе с ней, не так страшно за камеру. Иду прям по воде. Границу пляжей уже не узнать, обратите внимание, тут такие всякие бетонные штуковины. Здесь, именно здесь, в прошлом году осенью подмыло железнодорожное полотно, и, помните, там одну ветку вообще раздербанило. Все восстановили, теперь на этом месте стоит памятник экскаватору, который спас полотно. Ну, у многих остались всякие двоякие впечатления. Ну, те, кто катался на поезде в это время, проезжал, точнее не катался, а проезжал, и видели, что творится, что куда делась полоса. Полоса. Смотрите. Здесь были туристы. Какая-то такая, знаете, как кардиологию снимают. Вот эта вот лента сердца. Бузылка из-под пива. Поломанная удочка. Лето начинается, друзья мои, лето начинается. Полоса препятствий. Я не знаю, пройду я туда или нет. Ну, девочка маленькая лазит. Раньше я проходил здесь по воде полностью. О, и пиздричка. Эх! Ох, ох, ох. Да, тут такая... Твою дивизию упала футболка. И упала туда вот в щель. Будем доставать. Я могу, конечно, с голым торстом поехать домой, но... Наверное, некрасиво будет. Не знаю, дойду ли я до... Дельфина. Фил фламинго. Я попробую. Я думаю, это не могу. Я думаю, что мне надо. Это было за футболка. Потому что я не думаю, что ты сейчас не сможешь. Не подписывайся. Я попробую. Их ты вообще не позвала. Я думаю, что я не могу. Я не могуbor Response. да не очень а иногда острые попадаются камешки но пройтись и судя по всему можно вот я хочу спрыгнуть там девушка там буду спрыгивать здесь что-то там коптят лежат в районе фланилия ну что не в плавь то вообще классно там было бы можно было оплыть ну я повторяюсь у меня техника поэтому я пешочком не сто процентов вода здесь не менее двадцати трех градусов не менее по моим ощущениям вчера позавчера я предполагал и все совпало все совпало с нами предположения очень теплая вода вот так мне кажется до фламинго осталось всего ничего но в принципе мы уже на его территории я так думаю но чтобы туда попасть надо опять преодолеть такую бетонную преграду здесь вот такой маленький закуток весь в бетоне чем-то напоминает нудийский пляж я не знаю там тоже как-то все выделено было и если мы проберемся через эти вот бетонные штуковины то окажемся на фламинго мы переберемся мы окажемся я не зря шоу бурн этот кудро здесь уже проще пройти пляж широкий просторный фламинговый стал намного намного лучше я думаю тем кто отдыхает в этих краях намного больше понравится чем в прошлом году пойдемте к морю чем сам не показывать его гальки не видишь водичка прозрачная теплая подозрительно теплая вода я скажу что это не июньское ее состояние тем более уж не на первую вторую декаду чем ближе мы к этому кафе заведеницу тем больше народа но сами наблюдаете вот такой вот получился ролик погода вообще классная я бы сказал идеальная для загара вообще уже много уже людей таких вот темненьких загорелых но есть и бреднолицей которые будут вечером сегодня кайфовать вон там девушка сидит с длинными волосами вот у нее такая еще белая-белая кожа здесь это какая-то концентрация людей я не знаю почему обычно народ по пляжу разбредается дабы не мешать друг другу в данном случае поближе кафе ну все оставлю как маленький кусочек пляжа для дневного обзора показать вам чё как и потопы в обратном направлении всем доброго дня всем пока всем привет с фламинго и междельфинового фламинго тоже желаю